Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова и я отвечаю на ваши вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос единоружки Вероники. Неужели обезьяны и другие животные общаются на разных частотах, которые человек не слышит? Я вроде бы всех слышу и обезьяны, птичек. Я слышу такое, чего не слышит никто. И действительно, нам трудно порой понять, как воспринимают мир другие живые существа. Если говорить о восприятии звуков, то надо сказать, что у человека чувствительность к звукам в достаточно широком диапазоне мы слышим звуки от 20 до 20 тысяч герц. Хотя у разных людей эта чувствительность может отличаться. Как правило, более высокие звуки слышат дети, а уже у взрослых людей диапазон немножечко сужается. Но, тем не менее, существует и индивидуальное отличие у разных людей. Если говорить о других животных, то, конечно, у каждого животного слух заточен под определенные его условия жизни. Во-первых, он должен слышать те звуки, которые издают его сородичи. Во-вторых, если это животное хищное, то оно должно слышать свою добычу. Ну а если животное вполне себе безобидное, то, наверное, оно должно слышать возможную какую-то опасность. Например, различать звуки хищных животных, которые могут ему угрожать. Если говорить о животных, которые нам хорошо знакомы, то домашняя кошка – это одно из таких самых популярных домашних животных. У них, безусловно, слух гораздо более острый, чем у нас. Но достаточно сказать, что кошка слышит, например, за стенкой мышь, которая пробегает в комнате в 20 метрах от нее. То есть, конечно, представить человеку такую высокую чувствительность слуха довольно сложно. И они слышат, кроме того, еще и ультразвуки в более высоком диапазоне, чем слышим мы. И это необходимо, потому что основная добыча кошек – это мыши, а мышь общается друг с другом на ультразвуке. И если у нас предел слышимости – это 20 000 Гц, то у кошек – 70 000 Гц. То есть, они слышат гораздо более высокие звуки, чем мы. Совершенно фантастический слух у сов. Вообще, на самом деле, хоть многие думают, что совы в основном ориентируются по зрению, потому что, действительно, у них совершенно выдающиеся глаза, но слух у них еще круче, чем зрение. И многие совы способны охотиться, вообще ориентируясь только на слух. Известны случаи, например, когда в природе выживали и прекрасно себя чувствовали вообще слепые совы, которые в результате заболеваний были просто лишены возможности видеть. Уши у сов фантастические. У них нет ушных раковин, как у нас с вами. У них есть ушные отверстия, которые окружены кожным валиком. И уши эти очень большие. Они могут иногда даже смыкаться практически на затылке. И, кроме того, они еще и расположены неровно. Левое ухо, как правило, выше, чем правое. Вращая головой, сова может легко установить источник звука, откуда раздается тот или иной звук. Ну и эти звуки как-то сконцентрировать и отправить в ушные отверстия помогают еще и лицевые диски. Наверное, вы обращали все внимание, что, действительно, голова совы устроена очень необычно. Ее глаза окружены такими розетками из перьев. Так вот, это не для того, чтобы лучше видеть, а для того, чтобы лучше слышать. Как это ни странно. Что касается ультразвуков, которые наше человеческое ухо не воспринимает, многие животные этими звуками пользуются. Как я уже говорила, есть животные, которые при помощи этих звуков общаются. Например, мелкие грызуны, такие как мыши. Есть животные, которые используют ультразвуки для эхолокации. Особенно хорошо эхолокация развита у летучих мышей. Очень хорошо развита она у китообразных, у зубатых китов, особенно у дельфинов. Известно также, что среди беспозвоночных она развита у ночных бабочек-совок. Животные издают очень высокой частоты звуки и затем улавливают их отражение. Интересно, что эхолокация еще есть у землероек. Казалось бы, про летучих мышей все знают, все знают про дельфинов, но вот про землероек. У многих видов землероек тоже есть эхолокация. Животные могут использовать эхолокацию прежде всего для того, чтобы ориентироваться в пространстве, если не очень хорошая видимость, например, ночью, как летучие мыши пользуются ею. Или, например, если вода недостаточно прозрачна, как могут пользоваться дельфины. Но кроме того, например, морские львы и дельфины используют эхолокацию для того, чтобы добывать себе пищу. И именно при помощи эхолокации они обнаруживают косяки рыбы, на которую они охотятся. Есть животные, которые используют инфразвуки. Используют они чаще всего для общения. К таким животным, например, относятся слоны, жирафы и также усатые киты. Вы, наверное, слышали, что киты – это животные довольно разговорчивые. Они издают довольно много звуков. Эти звуки низкочастотные. А вода – это такая следа, в которой звуки очень хорошо распространяются. И они распространяются на многие километры. И можно послушать такие очень низкие, довольно громкие песни китов. Интересно, что довольно низкие звуки, инфразвуки способны воспринимать, например, голуби. Вообще инфразвуки, наверное, воспринимают многие животные. Но у голубей это исследовано и точно известно. И почему это исследовалось? Потому что обратили внимание, что голуби предчувствуют какие-то природные катаклизмы, например, землетрясения. Оказывается, когда должно произойти землетрясение, то из недр земли раздаются такие очень низкочастотные звуки, которые наше ухо не слышит. А вот голуби эти звуки способны воспринимать и способны заранее предогадывать какие-то вот такие катаклизмы природные, неприятные события, о которых человек даже не догадывается. Многие считают, что не слышат змеи. Но, действительно, наверное, у змей не самый хороший слух. У них нет наружных ушей и наружных отверстий, но у них есть внутреннее ухо. И они очень хорошо слышат, особенно в низкочастотном диапазоне проводились исследования. Оказывается, в общем, вполне змеи слышат, но только определенный диапазон звуков довольно низких. Ну а если говорить о беспозвоночных, то у подавляющего большинства беспозвоночных нет никаких органов слуха они, вероятно, абсолютно ничего не слышат. Есть, правда, из каждого правила какое-то исключение. Есть все-таки насекомые, которые слышат неплохо. В частности, например, хорошо развитые органы слуха у прямокрылых. Но вот у насекомых эти органы слуха могут быть расположены в самых неожиданных и необычных местах. Например, у кузнечиков расположены органы слуха на коленях, а у цикад расположены не на брюшке. У комаров находятся в основании усиков, то есть в самых разных неожиданных местах эти органы могут находиться. Но и все-таки органы слуха, раз есть, значит животное слышит, воспринимает звуки, используют их и для общения, используют их для привлечения партнеров, особенно в брачный период, что важно, используют их для того, чтобы обозначить свою территорию, то есть самыми-самыми разными способами. Ну что ж, друзья, на этом, пожалуй, сегодня все. Не забывайте писать нам свои новые вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео, приходите в музей, мы очень рады будем вас видеть. Ну уж, если не можете прийти, то принимайте участие в наших Zoom-занятиях. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok